МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На фоне таких боевых условий не прекращает работу ни на минуту сотрудники больницы. Исполняющая обязанности заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Наталья Цыкунова обратилась ко всем жителям Дальнегорска через нашу телекомпанию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как мы уже знаем по ситуации, в полгода наша страна, тем более наш Дальнегорск, уже тоже в полгода, живет в ситуации ковид-бума, вот этого шока. Осложняется эта ситуация еще с наступлением холодов, то есть присоединяется банальная респираторная инфекция, пневмония, которые раньше у нас всегда были, есть и будут. Но в общем сложности эти две или три нозологии увеличивают поток посетителей в лечебное учреждение. Врачи точно такие же люди, как и все жители, то есть им ничего не чуждо. Также все болеют. На сегодняшний момент в Центральной поликлинике у нас осуществляет прием инфекционных больных. Инфекционных больных в каком плане? Это люди, которые с температурой, с насморком, с кашлем, с одышкой. Инфекционные бригады в Центральной поликлинике в количестве трех специалистов. Это у нас два терапевта. Врачи Татьяна Анатольевна Апанаскевич и Татьяна Григорьевна Сданович. И вечерний прием осуществляю я. Кто был на приемах у этой бригады, наверное, уже заметили, что там творится рой, муравейник, пчелинник, что ли так, как сказать. Обращаются все, даже без температуры, боясь, что у меня у соседа была температура или там что-то кашель, и он приходит. У меня просьба к нашим жителям района. Если вы реально больны, тогда обращайтесь за медицинской помощью. А больными являются люди те, у которых повышается температура 37,3 и выше, у кого появляется заложенность носа, у кого появляется першение горла, у кого появляется кашель, у кого появляется затрудненное дыхание или ломота во всем теле. Вот эти симптомы, они именно относятся к патогноматичным, именно к ковид-инфекции. Если вы просто стояли рядом с тем, кто болен пневмонией, а у вас нет никаких клинических проявлений, то не нужно паниковать и просто наблюдать за собой. К несчастью, вы знаете, что в аптеках профилактических медикаментов нет. И даже притя к врачу сюда, врач вам ничего не назначит. Вы отвлекете время специалиста, займете очередь для других, удлините время, себя расстроите, побудете в контакте именно уже с явно больными, которых есть подозрения на ковид-инфекцию, и уж, естественно, через неделю вы заболеете. Поэтому убедительная просьба, прошу, вот в таких ситуациях не обращаться в поликлинику за медицинской помощью. Как на сегодняшний момент у нас выстраивается помощь вот таким больным? Если вы не можете сами обратиться в поликлинику, тяжелое состояние, высокая температура, вы вызываете скорую медицинскую помощь. Да, скорая медицинская помощь не назначит полный курс терапии, но рекомендации они вам, конечно, дадут. Возьмут у вас все данные, и если вы человек, работающий, и нуждаетесь в листке нетрудоспособности, специалисты скорой медицинской помощи передадут эту информацию специалистам инфекционной бригады в поликлинике. Но ни сразу, ни завтра, ни послезавтра, может быть, в течение 3-4 дней вам специалист отзвонится и узнает, как состояние, и какая ваша динамика. Если отмечаете ухудшение в самочувствии, можете повторно вызвать скорую медицинскую помощь или позвонить в регистратуру. Телефон это 3-15-95, да, он единый у нас на всех случаях жизни. И там с вами уже тоже поговорит специалист, ну и там дальше определится ваша тактика, как ваши будут вас вести. Это в основном касается тех, кому нужен больничный лист, да, листок нетрудоспособности. У кого лист, кому не нужен листок нетрудоспособности, вы с проявлениями такого заболевания находитесь, пожалуйста, дома. Рекомендации вам специалисты скорой медицинской помощи дают, проходите лечение, паниковать не стоит. Динамику, состояние вы можете отследить сами. Если тяжело дышать и не можете говорить стихотворение, наши детские стихотворения, наша Таня громко плачет, если вы его спокойно не можете прочитать, вот тогда только обращаться нужно будет за медицинской помощью в поликлинику именно. А так всю терапию, все наблюдение, соблюдение санэпидрежима, да, всех мероприятий, изоляция, поменьше выходить на улицу, контактировать с близкими и родными, все это можно делать дома самостоятельно. Почему говорю дома самостоятельно, без обследования? К сожалению, лаборатории, которые делают анализы у нас ПЦР, которая подтверждает наличие коронавирусной инфекции, они находятся во Владивостоке. Как вы знаете из средств массовой информации, рост заболевания идет большой. По 200-300 человек ежедневно выделяется у нас больных с ковидом. И естественно, лаборатории у нас просто захлебываются. К нам анализы приходят с опозданием двухнедельной давности. Даже если мы у вас взяли ПЦР-мазочек, еще нет результата, вы точно так же все находитесь в контакте со своими родными и близкими, друзьями и знакомыми. Вас это не беспокоит, что как-то это нужно их изолировать. А когда мы получаем положительный результат через 2 недели, когда уже никакой клиники нет у пациента, там уже поздно кого-либо изолировать. Поэтому у меня к вам просьба. Если у вас такое состояние, что не требует экстренной госпитализации, температура держится в течение 3 дней не выше 38 градусов Цельсия, это не показатель для госпитализации и экстренного обращения в поликлинику, если вам не нужен больничный лист. Поэтому прошу, анализы мы все равно не возьмем. Во Владивосток их не отправим. Изолировать вы сами себя должны. Ну как, гипотетически подозревая у себя, что у меня ковид, чтобы не заразить родных и близких. А там будет или не будет, это уже неизвестно. Но, к сожалению, такая нынешняя ситуация. У нас из больницы, из поликлиники 8 человек с ковидом. Сотрудников. Да, сотрудников. Поэтому, естественно, в регистратуре людей мало. Врачей на приемах людей мало. В лаборатории, в нашей лаборатории клинической, тоже сотрудники болеют ковидом. Те, кто есть, анализы какие-то пытаются, хоть и все делают, но это тоже очень высокие напряжения и нагрузка на тех, кто имеется. И когда приходят пациенты и ругаются в очереди, и что вы меня должны посмотреть сегодня, а не завтра, это тоже большой психоэмоциональная нагрузка на тех специалистов, которые принимают по 80 человек в день, таких больных. И если еще и те, которые ведут прием, у нас разболеются, никто у нас не будет оказывать медицинскую помощь тем, которые еще у нас держатся на ногах. Поэтому большая просьба. Обращайтесь целенаправленно. И именно при необходимости, а не просто так, что я была, или у меня сосед, или я была в компании с таким-то или с тем-то пациентом, регистрируется очень много больных. У нас на сегодняшний день, мы первого пациента зарегистрировали в мае месяце этого года, первый был у нас здесь ковидный пациент. На сегодня у нас уже 280 человек. Это очень много. Практически каждый привоз анализов, который к нам приезжает с Владивостока, с положительных результатов, вот мы отправляем 40 анализов, 8-10 результатов положительных, каждую неделю, очень много. Наталья Цыкунова рассказала нашей телекомпании подробности работы ковидного госпиталя, который в настоящее время развернут на базе инфекционного отделения. Еще до нашей эпидемии вы все знали, что у нас здесь нехватка кадров, что и врачебного состава, что и среднего медицинского персонала. А сейчас с этой эпидемией и стационарные доктора у нас болеют этим заболеванием. В этом госпитале сейчас на сегодняшний день находится 72 пациента. Инфекционное отделение все знают, какое наше. Многие там бывали, видели, какие палаты, какие коридоры, и на сколько оно рассчитано. В инфекционное отделение у нас рассчитано максимум, где мы можем койки поставить, это на 50 человек. Сегодня их свыше 70. Представляете, что делается в отделении, как работает персонал, в каком напряжении. И поэтому, конечно, госпитализация сейчас у нас идет, прям отборочная на госпитализацию, прям по самым тяжелым показаниям. Остальные пациенты все равно будут находиться на амбулаторном лечении. И еще убедительная просьба. КТ-исследование. Любое назначение обследования должно исходить от медицинского специалиста. Надо это делать или не надо. Не нужно самим самостоятельно, платно, неплатно, через знакомых, через друзей, приходить и делать КТ легких. Загружать единственный наш аппарат, который работает чуть ли не в три смены. Таким объемом. Если вас что-то все равно беспокоит, вы подойдите, если нет температуры или нет проявления респираторных инфекций, подойдите к терапевту, запишитесь. Трудно, но возможно. И если терапевт посмотрит и сочтет нужным, необходимым вам назначить КТ легких, она напишет направление и сделает вам этот вид исследования. А так, конечно, и лаборантам, рентген-лаборантам очень тяжело. А еще и второй аспект, то даже посылаем, и мы, инфекционная бригада больных, с пневмонией, с подозрением на ковид, исследовать на легкие. И приходят такие же здоровые пациенты, которые чего-то боятся. Пока стоят в очереди, опять идет более близкий контакт. К сожалению, у наших рекреаций небольшие. Соблюдать полутораметровую дистанцию, когда мы стоим в очереди, этого не получается. Что под кабинетом у врача, что под кабинетом регистратуры, что под кабинетом КТ-лаборатории. Поэтому убедительная еще раз тоже просьба. Самостоятельно, просто так я хочу проверить. Не надо ходить и нагружать сотрудников медицинского учреждения. Многих жителей интересует, существует ли в Дальнегорске возможность сделать платный тест на COVID-19. Наталья Цыкунова также призывает граждан не сдавать анализ без клинических проявлений. Анализ здесь, в Дальнегорске, за деньги мы можем сдать только, к несчастью нашей, это только кровь. ПЦР-диагностика, мазок, делается во Владивостоке. Раньше здесь делал забор мазков Авиценна, лаборатория. Но сейчас, насколько я знаю, они забор мазков на ПЦР не осуществляют. Забор крови тоже осуществляют. Заплату можно сдавать и в Дальнегорской больнице, и в Авицене. Прежде чем в Дальнегорской больнице сдавать, в кассе оплачивается этот анализ, и тогда делает наша ИФА-лаборатория. Но тоже хочу призвать. Ну просто так, не надо сдавать. Если что-то себя забеспокоилось, уже появились какие-то клинические проявления, вот только тогда. И, к сожалению, я опять вам повторю же ту же фразу. Получите вы положительный результат. И если у вас никаких клинических проявлений нет, кроме этого анализа крови, вы всё равно будете находиться дома, ходить на работу, потому что это ещё не факт наличия ковида. А ПЦР, это мы будем с вами ждать две недели от момента забора. И, к сожалению, у нас есть более тяжёлые пациенты, которым нужно подтвердить диагноз этот, а не просто так. Ну а лабораторий вот две. Это у нас Горбушинская поликлиника делает, и Авиценна делает забор. А ПЦР только Владивосток, к сожалению. Спасибо. Наталья Цыкунова также ответила на вопрос о том, сталкиваются ли её пациенты с трудностями в приобретении тех лекарственных препаратов, которые она им назначает. Когда назначаю препараты, на следующее посещение приходят пациенты и говорят, доктор, я это не купил, потому что этого нету. Вот тогда я только узнаю. Конечно, может быть, сейчас очень большой, за короткий промежуток времени, очень большой, может, пошёл рост болезни. И вот, может быть, и аптеки не были готовы к такому же росту. Сразу же одномоментно было всё скуплено, и ничего не осталось. Но на вчерашний день я сама зарегистрирована на сайте «Новая аптека», заходила, и противовирусные препараты, и антибактериальные препараты там появляются. То есть, можно уже будет хотя бы, не боясь назначать пациентам какие-то медикаменты. Очень важную роль играет личная ответственность каждого, у кого подтверждена коронавирусная инфекция. Пациенты с таким диагнозом, проходящие лечение дома, должны неукоснительно соблюдать карантинные меры. На цепь никого не посадишь, в милицию никому не поставишь. Тут тоже, как сказать, двоякая ситуация. Должен пациент находиться дома, он ходит. Но хочу что сказать ещё. Пока выявили у него этот коронавирусную инфекцию, пока пришёл результат, уже этот пациент точно так же ходил и в магазин, и в аптеку, и на почту, и в автобусах ездил. Это я хочу сказать к тому, что не нужно пренебрегать мерами личной безопасности. Да, неудобно целый день носить маску. Уши ужасно болят в конце рабочего дня, прям мозоли натираются. Но пускай лучше будет мозоль, чем я буду лежать на ИВЛе с недостатком дыхания. Поэтому автобусы, аптеки, почты, магазины, любые места, там, где есть скопление ближе метра людей, ну не жалейте вы, оденьте маску. Можно нашить тряпочные, сейчас их продают много, которые можно стирать, чтобы не покупать разовый медицинский, но ходить в маске, да. И руки почаще мыть и обрабатывать. С улицы уж тем более, как зашли, тем более трогаемся за перила, за ручки дверные, за всё это. Ну, дома почаще проветриваться холодно, но на 2-3 минуты можно комнату выставить и потом её опять нагреть. Чем будет больше чистого свежего воздуха, тем меньше будет вероятности нахождения вируса у вас в организме. Ну, вот такие вот мои рекомендации, просьбы к населению, чтобы понимали ситуацию и не ругались на медицинских сотрудников, что не вовремя позвонили, что что-то долго ждём ответа, долго нет анализов. Мы сами переживаем, почему нет анализов так долго. Нам бы самим людей выписать быстрее на работу. С предприятий тоже звонят, когда наши сотрудники выйдут. Но мы сейчас оказались заложниками вынужденной вот этой ситуации. Поэтому поймите и нас, мы входим в ваше положение. Всех больных мы принимаем. Я говорю про инфекционную бригаду. Кто был последнюю неделю на больничных листах и смотрели, обращались из этой медицинской помощи, прекрасно знают, что приём идётся и до 10 вечера, и до 11 вечера. И был у нас день, что мы последнего приёма пациента приняли в полдвенадцатого ночи. Ничего страшного. Я понимаю ситуацию у людей, но мне бы хотелось, чтобы и люди тоже понимали нашу ситуацию. И не было никаких скандалов, никаких жалоб, ни претензий к медицинским сотрудникам, что что-то не позвонили и куда-то не отправили. Также Наталья Цыкунова прокомментировала определённый ажиотаж в социальных сетях, связанный с переполненностью инфекционного отделения. Я не понимаю таких пациентов и людей, которые снимают на видео, когда дерутся, а они даже не помогут. Или сбила машина, а ты стоишь и снимаешь, как корчится человек, без того, чтобы помочь ему. Или в той же ситуации, когда человек вот в отделении, ему тяжело, он не может не отвести вашу руку и ничего сделать. Ему не до вас. А вы этим спекулируете. Вам это кайф? Я не пойму, в чём этот кайф. Во всяком случае, у нас, когда мы учились в институте, нам всегда говорили так. Может быть, это какая-то запятка, не знаю. Относитесь к человеку, к больному так, как вы бы хотели бы, чтобы отнеслись к вам. Представьте себя на его месте. Ведь заболевание никого не обходит стороной. Это Божий перст. Этому, этому, этому. А может быть, он вот так сделает. Попадёте между пальцами счастья, не попадёте – нет. Но ведь никто от этого не застрахован. Не только от этого заболевания, от всего, от многих инфекционных заболеваний никто не застрахован. Поэтому играть на этом, я думаю, это жестоко, негуманно и некрасиво. И выставляют они себя, в первую очередь, в казусной ситуации, а не того человека, который лежит вот в этой палате, и сотрудников лечебного учреждения, что они не могут им обеспечить. Да, на сегодня мы не можем. У нас там нету медперсонала мало, врачи болеют, нету мест в палатах. Палаты маленькие, но зато помощь пациентам оказывается. Препараты вводятся, капельницы капаются, да. С ухудшением состояния пациенты у нас госпитализируются или во Владивосток, или в Уссурийский госпиталь. Это очень тяжёлые больные, которым мы здесь, например, не можем что-то помочь, оказать какую-то помощь. Госпитализируются тоже своим транспортом. Практически каждый день у нас пациенты перемещаются. Есть, к несчастью, и смертные у нас случаи. Но наша жизнь такая, да. Тяжело, когда погибает пациент, и когда не получилось ему помочь. Ну, такова жизнь, как говорится, да. Ухудшение вот этого вот взгляда со стороны обывателей на эту ситуацию, что мы, медики, тут ничем не помогаем, и вся эта ситуация вымышленная, ну, это просто абсурд. Во всяком случае, мы на своей шкуре, медработники, это поняли, что ковид всё-таки, блин, существует, он есть, дышать трудно, лёгкие не расправляются, и таблеток в аптеках нет. Вот так вот. Тяжело сейчас лечебному учреждению. В адрес нашей телекомпании в течение недели неоднократно поступали вопросы от жителей по поводу увольнения из больницы Михаила Забровского. Временно исполняющий обязанности главного врача Роман Поляков опроверг данную информацию. Мы сейчас озвучиваем острый вопрос, которым вы заинтересовались. Острый он для кого? Для нашего населения. Получается вопрос судьбы Михаила Валентиновича Забровского. То есть это отличный доктор, один из лучших специалистов больницы. И вдруг неожиданно в связи с некоторыми нашими кадровыми вопросами, которые решались здесь, встал вопрос о том, что его выгнали из больницы. Но это совершенно не так. Михаил Валентинович просто уходит на лечебную работу. Мы с ним разговаривали. Ему предлагался различный выбор. Он решил пойти прямо в поле лечить людей. Это на сегодняшний день как подвиг врача, наверное. Ни в коей мере никогда не рассматривался его уход из больницы, тем более принудительный. Потому что за каждого врача, я как говорил, что мы будем за каждого держаться, позиция у нас абсолютно не поменялась. То, что из позитивного, наверное, тот участок обслуживания, который возьмет Михаил Валентинович, это будет наиболее качественно обслуженный, наиболее обласканный врачебным вниманием. Потому что мы знаем, как работает Михаил Валентинович. Может быть, получается, на руководящей работе он был частенько перегружен. Наверное, так. Потому что человек в силу своих особенностей не мог никому отказать. решал все вопросы, как бы, и старался делать это сам. Вот. Поэтому, ну, опять же, это очень порядочный человек, очень грамотный доктор, потеря которого бы для больницы была катастрофичная. То, что он с нами остается, это точно. И никто не собирался его никак не выгонять, ничего. То есть, это тот костяк людей, которые, за которым мы будем держаться. Он сейчас в отпуске, да. Вот на этой неделе он в отгулах. До 11 января он в отпуске, получается. И потом он выйдет, выберет себе участок, на котором будет работать. Те, кто за него переживает, могут сейчас проголосовать тем, что позвать его к себе. Потому что, ну, зная Михаила Валентиновича, это реально будет просто вылизанный участок с точки зрения работы. Это будет доведенное до совершенства что-то. И мы вот, наверное, рады этому обстоятельству. Ну, вот как-то так. Спасибо, что вы с нами. Субтитры подогнал «Симон»